Справедливо выпуск начать с того, что мы уже в Кемере. Это был непростой путь длиной почти в 4000 километров. Из Москвы в Турцию, город Кемер. Мы закладывали определенный бюджет на этот трип. Но все пошло не по плану. Когда у нас сломалась машина еще в Московской области. Тогда мы выбились из графика на 2 дня и получили минус 20 тысяч нашего бюджета. Но потом еще и в Грузии. В Тбилиси из-за ремонта мы снова выбиваемся из графика еще на 6 дней. И получаем дополнительный минус в 70 тысяч рублей нашего бюджета. Эх, ну ладно, давайте не будем о грустном. Ведь за это время с нами было множество прекрасного. Одни только дорожные закаты чего стоят. Новолайф. В каких только красивых местах мы не ночевали. А еще очень важно такой роутрип наделять новым. Поэтому мы и двигались по Каспию, через Волгоград. Мы здесь впервые. Заехали в Калмыкию. Здесь также первый раз. Отведали национальную еду. А кухня Кавказа. Ммм. Еще нам повезло на все границы. И мы все границы прошли очень быстро. А границ у нас было 4. Российская, Грузинская, Грузинская, Турецкая. Еще у нас было желание покупаться в Черном море. Но с погодой не везет. Дадим последний шанс сегодня. Ведь сегодня мы отвернем от берега и попадем на берег Средиземного моря. Погнали. Вот такая красота. Как будто бы не море, а океан. Как волны стелят красиво, плавно. Да, вчера заехали в эту красоту. В полной темноте. И вообще никого в кемпинге даже нету. Цена 250 за взрослого. Мы бы встали где-то дикарем, но учитывая, что дождь. Эту местность мы не знаем. Темно. Вот я поверну камеру. Вот даже вот тут море прям сразу его не видно. Шел дождь. Никого в кемпинге не было. А вообще не хотели пускать. Потом все-таки пустили. За 500 лир охренеть. Ну, какова красота. Вот так вот прямо на берегу. Спали сегодня под шум дождя сначала. Потом, естественно, под шум моря. Ну, хорошо, здорово. Собака вот эта вот агрессивная. Вчера чуть не сожрала. Другую мы и Нагин сбросили. Бра-ра-ра! Другую, как давай есть. Ой, какая красота. Здесь, конечно, территория кемпинга безумно классная. Очень. У них даже есть здесь аквапарк. Но вот третий раз мы в этом кемпинге останавливаемся. Нам даже не удается покупаться из-за погоды. Вон, видите, у них горки там. Бассейн. Ну, действительно, здесь клево. Но вот, к сожалению, вот так, как есть сейчас. И никого. Вышки, переодевалки, все как положено, все имеется. Там огромное количество столиков, барбекюзоны. И вот такое море. Здравствуй, море! Никак мы не можем. Мы все хотели галочку поставить, что в этом году мы покупаемся в Черном море. Но нет. С погодой нам немножко не везет. Вот, она напала вчера вот на вот эту вот собаку с переломанной лапой. Как ты, подруга? Мы тебя вчера искали, а ты убежала, потрепала тебя жестко, да? Блин, вы вонючий, гладить тебя не будут. Привет, привет, привет. Привет, 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 собака, привет. Да, я знаю, тебе любви надо, вам всем надо любви. Но мы не можем вас забрать никуда. Сорян, вы живете здесь, в кемпинге. Ладно, сейчас будем срочно просыпаться. Вообще, сегодня в планах, конечно, было доехать до Кемера, но вчера я ночью скроллил пока телефончиком. И я понял, что без вариантов, в часа в 12 ехать без перерыва, то вряд ли мы доедем. Конечно, хотелось бы очень сильно. Но посмотрим. Возможно, доедем только до Кони. Территория вообще огромная. Ну, вон аквапарк виднеется. Здесь вот люди вставят и палатки, и автодома. Проведены розетки у них на деревья. Ну, в принципе, так ничего. Рейтинг, кстати, у него не очень, конечно, почему-то. Хотя, наверное, я знаю почему. Потому что цена вообще космос. Мирошка, обходи, пожалуйста. За каждого взрослого по 250 лир. Просто первый раз, когда мы заезжали, представляете, мы платили 100 или 150 лир. Второй раз заезжали 200, а сейчас 500. А, ужас. Вон у них, кстати, караваны стоят. Четыре штуки. Да, сынок? Да. А эта зона вот туалетная и душевая. Туалет выглядит хорошо, все чистенько, все аккуратно. В принципе, как везде. Вот, видите? Ну, и вот, ушли мы. Здесь умоемся. Я. Кто шагает дружно в ряд? И еще. Мальчик и кошки. Наш отряд. И собака. Вместе с нами очень злая охранница. Все, теперь срочно завтракать. Сюда, 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 ребят, там грязь. Там грязь, Мироша. Сейчас надо еще, чтобы все стекла распотели у нас. Так. На утро яйца надо по-быстренькому приготовить. Мы вчера в Мигросе купили. 150 лир, по-моему, пачка. Вот такая вот из 30 яиц стоит. Ну, относительно, не знаю, мне кажется, если конвертнуть, то цена получается как у нас. Опа. Тут все поставим на место. Еще здесь есть кухня, можно помыть, приготовить. Также есть холодильник, но, в принципе, у нас это свое, нам это не нужно. Поэтому тут пользуемся вот газом второй вечер. Подогреваем, греем. Мы позавтракали, посуду помыли. Осталось только быстренько ее вот от воды протереть, утрамбовать. Нам, конечно, надо еще этот, сейчас, салон сложить. Вот, потому что тут у нас бардак. Превратить из нашего спального большого места это все дело в передвижное хорошее пространство. И все, и, в принципе, можно ехать. Хрен знает, докуда мы сегодня доедем. Раньше в Коне был муниципальный кемпинг там возле парка. Мы в том году там останавливались. Сейчас я вроде посмотрел, он уже 300 лир стоит. Офигеть, все подорожало. Все, что стоило бесплатно, теперь 300. Все, что стоило 300, теперь 600. Ужас. Кстати, прикиньте, вчера в магазине посмотрели цены на пиво. И просто офигели. Вот мы уезжали весной этого года, улетали из Турции. Банка Ефеса стоила 50 лир. Сейчас это стоит 72 лиры. 70, блин, 2. И это не какое-то вкусное чешское или немецкое. Это просто Ефес. Еще хотел рассказать, что вчера с нами произошло. Представляете, едем. Идет такой мелкий-мелкий дождь. Мы заезжаем в туннель. И прикиньте, вот буквально секунда. И у машины абсолютно все стекла становятся, вот как, знаете, запотевшие. Вот примерно вот такие вот. То есть ничего не вижу. Я начинаю, ну, бить в тормоз. Впереди меня идущие машины тоже бьют в тормоз. Я думаю, что это резко так затянуло внутри. Я быстрее включаю, ну, вот этот продув на максимум. Ставлю сначала холод. Никак. Тепло. Никак. Сбавляю скорость там до 20 или до 15. Ничего не видно, прикиньте. Открываю окна. И тут меня осеняет, что это резко за одну секунду машину затянуло вот так вот. Снаружи я включаю дворники. Шик-шик все это. Ну, собственно, такое вот какое-то природное явление. Резкий перепад температур. Но смысл в том, что такое вообще. Вот я очень много езжу, очень много накатал там. Стаж большой. Но такого явления я не встречал никогда. Вот прям реально, представляете. В туннель заехал. Секунда. И у тебя все вот так вот. Не дай бог там типа на обгон как-то пойти. Либо кто-то перед тобой резко ударит в тормоз из этой ситуации. Ну, последствия могут быть очень печальные. Если вы не были в такой ситуации, я уверен, что многие из вас не были в такой ситуации, то знайте, вот при каком-то таком перепаде атмосферного давления, может быть, влажности, машину за секунду закатывает вот в такую пленку, и вы не видите вообще ничего. Причем дворники работают же вот в автоматическом режиме. И почему я сразу подумал, что это внутри так сильно затянуло? Потому что они не сработали. Там же датчики стоят, и они не сработали на эту влажность. В общем, трындец труханул я, конечно, вообще по полной программе. А тем временем мы собрались. Вот сейчас проветрятся у нас только вот окошки. Заводимся и отправляемся дальше. Все, мы выезжаем из этого замечательного места. Правда, у нас лобач, запотевший, никак не распотеет. Все, ну, когда-нибудь сюда приедем, так, чтобы погода была, блин, нормальная, а то что-то у нас вообще никак не везет. До свидания. Дай шкурен, хороший рост. Опа. Все, двигаемся. Как всегда, место этого кемпинга оставим у нас в телеграм-канале. Обязательно переходите и подписывайтесь. До Самсуна нам осталось примерно 25 километров. Дизель 42,58, 42,87, 95. С утра, кстати, еще сразу закинули деньги на казахстанскую карту и купили лиры. В Грузии мы покупали там сразу доллары, но так выгоднее. Там нет лари, валюты. А турецкая лира есть. Вот, сразу взяли. По курсу получается, ну, чуть меньше на общей сумме 100 лир составила комиссия, ну, при конвертации. А так вообще, по сути, нормально. Вот, теперь можно оплатить эти казахстанские карты везде, либо снять наличку. Напоминаю, что мы помогаем удаленно оформить карточку казахстанского банка. Стоимость вообще минимальная, 15 тысяч рублей всего лишь. Доставят прямо к вам домой за считанные дни. Но при условии, если вы находитесь в России, пишите мне в личный аккаунт телеграма. Контакт там. Мы заехали в город Самсун, но это пригород Самсуна получается. И здесь сразу футбольный стадион, такой красивый. И, наверное, футбольный клуб как-то называется Кузевин Кралли, основанный в 1965 году. Вид на Самсун. Огромный-огромный-огромный город вообще. Мы сейчас проезжали, у них такие огромные олимпийские кольца были. И вот мы едем, думаем, а что здесь в Турции проходила Олимпиада. Кто в курсе, напишите в комментариях. Мы отвернули от Самсуна. У нас начинаются горы, горные пейзажи. Начинают закладывать уши. И мы двигаемся дальше. Центральная часть Турции выглядит вот так вот. Мы проехали съезд уже на Анкару. Здесь в горах 16,5 градусов. Достаточно прохладно на улице. И прикиньте, мы пока едем кое-куда. Купили авиабилеты. Об этом вы узнаете уже в следующем выпуске. Прикиньте. Так что обязательно подписывайтесь и продолжайте смотреть наш канал. Ну и лайки не забывайте ставить, написать комментарии. И на телегу подписаться. Вообще, ну вы знаете, что делать. 42,91 на Шелле стоит дизель. Мы вот тут, короче, заехали. Все-таки решили прямо здесь поесть. Пофиг на цены уже. Потому что, ну, действительно хочется кушать. Вон автобус даже с туристами стоит. А может они не туристы, а и рейсы? Ну, как-то. А я не знаю. Вот, поедим и дальше поедем. Продолжаем офигевать о ценах в Турции на цены вот в столовых, в рейстиках. Короче, вот смотрите, что мы взяли. У нас 5 супов обычной чербы. 4 булки. Вот такое блюдо. Картошка, помидоры, мясо. Рис и 2 фаршированных перца. Это все вышло на 870 лир. 870 лир. Ну, смело умножаем на 3. Тара-таран. Напишите, как это вообще по цене нормально, ненормально. Супчик нужно кушать обязательно с лимоном. Мы выдавливаем лимон. Размешиваем. Обычно подается с обычным акмеком. Но есть просто булки. Как в отеле, кстати. Приятного аппетита. И едем дальше. Мы вот уже сколько дней в Турции. А чай будем пить впервые турецкий. Из их чашечек. Вот этих вот 20 лир. Что, теперь это в каждом выпуске будешь говорить? Да, буду каждый выпуск говорить. Как все дорого. Как все подорого. Че вы туда едете? Вот че вы туда намазали? А мы хотим тратить просто. Зальем сейчас дизелечек. Лир на полторы тысячи может быть. Залили 1500 лир. Вышло всего лишь 35 литров. Конечно, очень мало. Но да ладно, едем дальше. У нас появился знак конья. Вот нам именно туда. Вот под турецкую музыку. Под огромный турецкий флаг. Центральная часть Турции. Где-то там Анкара. С Васи Прямо, а потом куда-то направо. Вот. Бабочку, бабочку. Уходим. В центре Турции интересная природа своеобразная. Там вон широкая река. Водохранилище. Которое впадает или вытекает наоборот из озера Туз. На Конином 230 километров осталось. Здесь какие-то красные поля. Ну да, вообще пост-постырь какой-то. Холмистая степь какая-то. После этих степей мы попали в такую небольшую цивилизацию. Какой-то городок. Не знаю, как называется. Вот. Хотел показать 3000 километров. А в итоге 3168 километров. Мы проехали от города Подольска в Московской области. Кто не посмотрел предыдущие выпуски, обязательно посмотрите. Этот выпуск у нас получается финальный. И мы уже, как говорится, добрались, доберемся в Кемер, куда и планировали. А потом сделаем выпуск уже с итогами. Сколько вообще мы потратили, сколько проехали, где ночевали, где останавливались, ну и так далее. Такой будет большой выпуск и с итогами. Солнышко! Целый день без солнца уже было. Какой целый день вчера без солнца. А в Грузии тоже не было солнца. В Грузии не было солнца. Несколько дней, блин. Почти неделю, наверное. Ну и вот все. В Калмыкии поди последний раз. Ну да, это значит, что вон там, Средиземное море, километров через 400. Я наконец-то, я 5 месяцев не плавала в море. Я наконец-то буду купаться. Ребята, бедные несчастные. Кто на море хочет? Ура! Мирошка хочет купаться. Все хотят купаться. А тем временем у нас почти даже облаков не осталось. Солнце уже жарит. В общем, мы все ближе и ближе. Какая красота. Сейчас только заедем. куда-то в магазин купим еду на вечер. На утро у нас есть. Переночуем. Разомнемся. И все. И прямо последний отрезок у нас таки мера. Ну а следующий выпуск будет. Это будет шок-контент. Я вам вот серьезно говорю отвечаю. Помните про билеты? Вот, вот. Не забывайте держать эту мысль в голове до следующего выпуска. Мы в Конье. И этот мегапоезд нас встречает пробками. Здесь все-таки город большой, пробки имеются. Мы сейчас хотим доехать в магазин, купить еду и потом уже поедем вот вставать на стоянку. Там тоже стояли, но сейчас в любом случае еще раз покажем. так, доехали до магаза. Это магазин BIM. Здесь какие-то цены есть по приятелям некоторые продукты. Посмотрим сейчас. Еще надо где-то кэш нарулить. Я думал, мы засветло, а в итоге не получилось. Все равно уже темнеет. Вот тут находится караван паркинг. Мы сейчас сюда поворачиваем. Вот здесь ворота. Надо сейчас пойти договориться. Через 100 метров развернитесь, а затем крутой поворот налево. Понял, понял. Вот, видите, такая парковка. сейчас пойдем узнаем, что стоит. Мы заезжаем. Нам вот сейчас откроются ворота. Так, пойду открывать ворота. Короче, было раньше бесплатно, еще два месяца назад бесплатно, а люди попросили, чтобы это было платно. И, собственно, теперь берут 300 лир. Вот, ну ладно. Так, значит, так. Это хорошо, что у меня с собой 300-ки было. Блин, зато здесь действительно стало меньше народу и тихо, и это очень хорошо. Не может это не радовать. Так, все, здесь на территории, вон, за моей спиной есть туалеты. Я уже сходил туда. Также, вот, прямо возле каждого караван-кемпинга караван-место есть раковина и электричество. У нас с собой есть такой фонарик, он же насос, он же вакуумник, он же сдувает все всякие надувашки. Также он на магните, мы вот так вот прицепляем, чтобы было больше света. Здесь, в принципе, есть свет. Достали сразу две плитки, Настенка сейчас будет готовить, а я буду, как всегда, стелиться, да, нам нужно из вот этого всего превратить в плацдарм, где мы обычно спим. Вот, сейчас первым делом зашторимся. Я уже как-то показывал выпуски эти шторки. Я сделал сам, сшил их. Короче, куча была материала по этому поводу. Все, здесь встроенные магниты. берешь. Считанные секунды и боковушка. Да, Мировь? Что? Нет, нет, здесь нет мыла. По поводу передней шторки. Здесь все сделано на крючочках. То есть просто прикрепляется крючочек вот сюда и с той стороны аналогично. И все. Хватит, хватит, Мирон. Мирон, хватит. Хватит. На, тоже поперчи оленько. Здесь всей командой солим и перчим. Все, хватит, родик, острый будет очень. Покажу вам, как выглядят здесь туалеты. Ну, мужской, женский, понятно. Лапук. Вот здесь унитазная комната. Ну, и, собственно, где сливать. А это что такое? О, это душ! Мы в прошлый раз этого не видели. Нифига себе! Я, короче, прям в шоке. Ну, и, естественно, что, этот, умывальники и мыло. Не ново, конечно, да, но, по крайней мере, я говорю, два месяца назад это было вообще совершенно бесплатно. У нас на ужин сегодня, вон, паста, сто лет уже не делали. Все, мы сейчас быстро кушаем и, в принципе, можно уже ложиться спать, чтобы завтра пораньше уехать. Вот, видите, все, уже у нас постелька здесь готова. Просто. Все, спокойной ночи. Утро. Солнечный свет, покажу вам этот кемпинг немножко. Сейчас будем умываться и сразу в дальнюю дорогу. Кемпинг. последнее движение которое делаем это проверяем все ли у нас убрано что все точно было убрано пристегиваемся и едем мы все говорим этому кемпингу до свидания надеюсь еще встретимся но в принципе это наша вся такая точка где мы останавливаемся почему бы как бы и нет так открываем ворота город кони мы двигаемся туда в центр о чем я красный ехать на лампы странно не знаю все поехали может здесь как-то принято по-другому ведь красный горит они сигналят ну ладно нас просто по сим-карте отправили в главный го этот главный офис красивый город кони по нему бы гулять кстати интересно почитал посмотрел и было ну много где написано что мол типа дешевле купить от сим-карту ну вне туристическом месте таки вот самое что интересно как бы на кони это обычный город меня отправили в главный офис пришел они мне заряжают полторы тысячи лир сим-карта офигеть в общем я не знаю если в кемере будет такая же цена то конечно мы проще нам купить и и сим-карло 24 доллара те же 20 гигабайт это она это гораздо дешевле офигеть можно вален а пока вам вот город покажу вот мечеть шикарная красиво какая красота у нас вот они анталистские горы впереди дорога так выходит вот а а и и и и и и и Мы вот высоко забрались, и посмотрите, вон там, вон вдалеке видны зубцы. Это как раз и есть вот эти андалийские горы. Прикольно. Заехали на Лукоилу, тут заправились 2000 лир. 2000 лир 46 литров всего лишь. Едем в туннеле. Это получается туннель за 40 километров до дороги Манабгат-Анталия, ну, до этой трассы прибрежной. Раньше был там такой изваряющий серпантин. Я такой думаю, так, понятно, значит, будет задержной подъем, потом смотрю о туннеле, смотрю, в 23-м году вот этот туннель открыли. То есть он очень свежий, видите, еще правая сторона не работает. Аттракцион, пацаны! Какая красота впереди, как уходит дорога в ущелье туда. Наконец-то эта потрясающая природа. Мы спустились к берегу, и посмотрите, сразу же 29 градусов, просто вот так вот температура поднялась. Обалдеть! Все, мы как раз за гор спустились. Поворачиваем направо, серик Анталия у нас. Ехать немножко осталось. А вот это я уже называю родные края. Уважаемые зрители, мы вас приветствуем в городе Анталия. За бортом 31 градус тепла. Потрясающая погода. И мы дружно добрались до Средиземного моря. Ес! Нам осталось буквально часочек, и мы будем в нашем любимом Кемере. Заселимся в квартирку, скинем все вещи из машины, и будем отдыхать. Все, прям вот, прям вот, знаете, как финишная прямая. Вот все, вот чуть-чуточку, а. А хотите я вас подразиню, тогда держите. Знаю, что хотите точно. Посмотрите, что виднеется, ребяточки. Это Икея. Икея! То, что мы любим Анталию и Кемер, так это за вот эти вот потрясающие виды, вот эти скальные горы, подъезжаем уже к району Канилкты. И именно отсюда начинается тот самый вот этот вау вид. Проезжаем такое печальное место. Это вот эта канатная дорога на вершину. Ну, относительно недавно, в этом году, там погибли туристы. Канатка застряла, были сильные поры ветра, кабинки сорвало. Ну, кто смотрит, интересуется Турции, видели эту историю. Ай, а что относительно недавно? Мы как раз были в Турции, это было весной, я вспомнил. О, вот такое дело здесь было. Грустная история. Да, добро пожаловать домой. Ой, Средиземка, по левую руку, красивый пляж Канилкты там, людей мало. Е-е-е, наконец-то. И сейчас будет снова вид на миллион. Вы красота. Даже не верится, мы добрались, но едем и словно, как будто бы и не уезжали. Вы красоты. Кемер Бельдиби, заезжаем, но до центра Кемера осталось 19 километров. Едем, естественно, именно туда, в наш любимый отель Викинг Стар, обедать. Время третий час. Ребятки, мы доехали. Вот парковочка, здесь обычный рынок по понедельникам. 3,603 у нас. Все, ищем где бы припарковаться. Ой, ребятки, все, 3,603 километра. Все, мы возле отельчика. Видимасику написали. Сейчас можешь выйти встретить. Ой, красота. Да, все, друзья мои, все остальное видите уже в следующем выпуске. Там заселение и так далее. Про билеты держите в голове. Хух, устали. Пошли мы обедать.